переходим к завершающему этапу работы закрываем все белые места оставшиеся беленькими до светлыми и заделываем те детали которые еще не сделаны так ну давайте гранатовые зерна сделаем которые остались белыми у нас также сделаем обход бликов водой и тонкой кистью вольем цвет у нас был рубиновый моего рубиновым цветом сделаем заливку чуть больше концентрацию возьмем тонкой кистью проверим куда нас все течет здесь наша задача сформировать еще раз по контуру пройдусь для проверки так ну и теперь совсем небольшое внедрение темным тоном ну в общем то так и почти все готово единственное что я чуть-чуть чуть-чуть добавлю воды со стороны теневой чтобы получился звон такой на просвет пожалуй можно этом остановиться чуть подождем и тоже немножечко соединим с падающей тенью эту ситуацию и нужно закрыть конечно хвостики зеленые у слив сейчас я просто водичка прохожусь с легким тоном зеленого там беру еще полет плотный тон зеленый из имеющихся у меня уже на палитре со стороны тени что ввожу немножко темной краски зеленый таким образом у нас получается вполне себе объемный хвостик я думаю что эту работу я оставлю в таком легком этюдном состоянии в общем можно пройтись по мелким деталям и все их их по рисуночку ночек отточить наш этюд по написанию интерморта с фруктами можно считать завершенным и теперь осталось только поставить автограф я надеюсь что этот краткий акварельный курс помог вам глубже и лучше узнать о секретах акварели о том как смешивать краски как чувствовать понимать бумагу как понимать движение воды на листе и я очень надеюсь что вы будете трудолюбивы на своем пути изучение акварельных приемов и достигнете непременно замечательных результатов успеха вам